а всем привет с канала примтим и новый у нас видеоролик по зимней рыбалке это приманки блесны и плансиры думаю будут в одном видеоролике чтобы не платить одинаковые видеоролики грубо говоря как мы знаем блесна это вид лов это вид приманок для ловли хищника то же самое блансир это просто более объемная блесна и все разберемся давайте сначала с блеснами по каким видам они подразделяются и перейдем к балансирам начнем сразу вот с таких то есть это вроде бы копия рапалы эти блесны там что-то 110 рублей вот с удачей то есть опять-таки блесна имеющие стальное тело имеющие точки атаки оснащенные тройниками так и и различающиеся по цвету единственное что скажу что подобного рода они работают на них можно одевать тюльку и этого в только усилит эффект и вот это блин листа видите заводное кольцо погнута это от такого удара то есть сбита краска то есть прям нормально хватанул вот кстати след от зубов наверно думаю не видно будет то есть такая вещь уложит далее вот такие вот интересные штуки что это такое это по сути зимний джик то есть венцовая головка утяжелитель с ушком для того чтобы цеплять карабин оснащенный тройником быстро съемное кольцо снизу чтобы заменить тройник и одинарный крючок то есть одеваем на джик кто-то даже на силикон пробует но вообще нужно одевать сюда тюльку то есть одеваете тело этой вонючей рыбки и начинаете взмахивать но методе ловли это чуть позже и является одним из и является одним из результативных также методов ловли особенно небольшого хищника то есть там судак на 600 грамм наверно где-то до килограмма далее что у нас есть это наверное всем известные адмиралы тяжелые блесна что-то вроде зимнего каст мастера вот эти вот стороны у них в ультрафиолете светятся отличаются вот тут и размерами и цветами но суть одна то есть это вертикальное блеснение за счет то что он подвешен танк и при взмахе совершаются и колебания и игра цвета на адмиралы ворот очень давно еще в советском союзе они были что касаемо вот этих вот изделий это блесна моего собственного изготовления не буду говорить о работоспособности потому что не проверял изготовил я их только в марте когда было еще сидел дом было делать нечего и решил попробовать это алюминиевые листы либо какой-то другой металл но вроде бы алюминий то есть два заводных кольца здесь даже сделал вот четыре кольца и здесь допустим двойник то есть опять вертикальное блеснение игра цвета посмотрим в этом сезоне этого типа лепестка такой прям тонкий легкий там два грамма почти и один армии здесь вот тоже такое вот тело как оперение стрелы как у первой блесны но тут уже тройник и по заводному кольцу с двух краев и обратная сторона такая красно-авая посмотрим на сам сделал так и вот мы перешли наверное к одним из интересных блесен это советские латунные латунные блесна внутри которых утяжелитель это свинец ими ловят и по нынешнее время я работал в рыболовном год назад их очень активно скупали то есть нам откуда-то их привезли и люди прям потому что они на слуху всех люди прям их скупали они там образом по 50 рублей по 70 что ли стоили и то есть прям их очень активно скупали также они идут вот разных размеров также является эффективным методом ловли по блескам пока что все может быть буду купать в этом сезоне сделаю обязательно обзор как мы были до летом балансируем более интересная тема представляет себя приманку в виде рыбки как правило суть которой что он балансировал от слов баланс он сбалансирован именно так что напоминает игру реальные рыбки на течение то есть когда она качается сзади и спереди есть одинарные крюки и также точки атаки то есть как правило нос и хвост у них красные и то есть либо при ударе при ударе в голову либо при ударе в хвост происходит поклёвка и также имеется тройник снизу как правило мы с точкой атаки и и и естественно ушка за которые можно зацепиться при помощи карабина отличаются по цветам здесь вот у меня в этом отделении это лаки джон то есть вроде бы вот это финн классик нордик модели вот кстати очень эффективно и очень эффективный цвет для ловли и вот в том году отломался носовой крюк в камышах также они отличаются по размерам вот тот же лаки джон только меньшего размера красный вот такой вот вы уже видели вон он лежит здесь вот у меня копия находится даже док мастер такая рублей 90 примерно стоит и да а стоимости а как правило стоимость зависит и от веса и от размера ну и конечно же от фирмы то есть там какой-то китайский дак мастер он будет стоить 90 рублей а вот такой вот лаки джон под 400 будет стоить также здесь вот у меня два еще советских балансира из которых облезла краска я их заново перекрасил то есть тут вот такой более серебряный цвет получился и уже хвостовики погнутые но пока что служит далее наверное перейдем к крупным это модель страйк про очень тяжелый там до 16 грамм порядка и здесь также за исключением вот данного балансира это копия рапалы копия стоит 150 рублей оригинал и 750 но вроде в том году поклевки на него были и также вот такого типа тоже воблера воблера балансира страйк про отличающиеся формой то есть следовательно отличающиеся игрой выполнены все виды рыбок и есть такая вещь как мебару мебару это модель балансиров от лаки джона первая никто стали делать и вот у меня здесь два мебару копий также потому что оригиналы стоит очень много и потерять их не хочется мебару от компании гроу скульптор и не помню тоже какой-то китай то есть также интересные цвета переливистые как вы могли кстати увидеть у меня есть вот сейчас даже достану не люблю с ними возиться потому что уколоться можно вот это один из рабочих цветов поэтому он у меня есть суть мебару это такой же балансир только крюк находится в хвосте из пуза то есть туда либо в хвост либо снизу и также в чем именно прелесть суть этих балансиров что они имеют вот такой вот плавничок на котором три отверстия и эти три отверстия являются как раз таки вот визитной карточкой мебару то есть если вы крепите за первое отверстие от головы игра идет более когда он клюет то есть на падение головы балансира если на крайне от хвоста то получается игра идет на заваливание если по центру то игра идет как раз таки на ровные взмахи ровные колебания так балансиры все и есть у нас еще такая вещь как ратлин ратлин это балансир также имеющий как мебару тройники то есть снизу пузо около головы и хвост суть его та что ратлин не знаю как от чего но суть к сводится к тому что он клюет все время то есть у него утяжелитель находится в головной части сам он силиконовый можно посмотреть но это не одноразовый силикон как допустим летний джиг это именно полноценные приманки и при взмахе он заваливается головой вниз и тем самым осуществляется поклевка и здесь вот еще есть копия как же его вот этот цвет называется олень от компании слушайте я не помню у меня там вылетел из головы ну ладно суть отличается также размерами вот этот 17 с половиной грамм а вот это тоже 36 то есть уже более тяжелый для тяжелых зимних спиннингов и вот такой вот он уже идет в пластиковом исполнении от компании на мазу также есть исполнение пластиковое да и вес вон 27 грамм также является одним из приоритетных методов ловли на данные приманки на нынешнее время минимальную тему мы раскрыли посмотрели какие блесны бывают какие бывают балансир опять-таки напоминаю что канал для новичков если вы это знали просто поделитесь своим опытом и мнением в комментариях жду от вас обратной связи ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был римтим пока а 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